Первое движение. Идет левая нога опускается вниз, назад. Положение ноги чрезовку. Багдар. Нос. Следующее. Руки уходят на бедра. Вторая нога чрезовку. Багдар. Нос. Дальше. Ноги. Вот это положение крайне важно. Его игнорировать нельзя. Это положение позволяет сохранять устойчивость. Нос. Нос. Отсутствие вот этого положения щенитай в поединке. Беспомощности. Багдар. Нос. Это основное состояние мертвеца. В этом положении я могу отражать атаки, которые здесь. В этом уже не могу. В этом положении чрезовку крайне важно. Нос. Нос. Нос позволяет и пойти в поединок. И при необходимости уйти и туда, и туда. Нос. Дальше, что касается положения ног отсюда. Ноги стоят таким образом, чтобы вы могли сохранить твердое положение. То есть основное здесь. То есть ваши пятки должны быть... Под ягодицами. Нос. Нос. Для того, чтобы обеспечить отсутствие проваливания между пятками, часто садятся таким образом, что большой палец на большой палец. Нос. Нос можно либо правый на левый, либо левый на правый. И так, и так можно. Багдар. Нос. Но нельзя делать вот таким вот образом, дабы исключить рассинхрон положение равновесия относительно плеч. Багдар. Нос. И понимание внутреннего, и внешнего. Но ваша задача, так как за вами стоят ученики, почти за каждым, отвечать стандарт. Багдар. 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 Потому что обучение, скорее всего, и в большинстве случаев своем, будет идти вот к тому, что вы показываете. Положение относительно вертикали, с прямой снимкой. Что касается положения во фронту. Обычно говорят, что между коленями два-три кулака примерно. Багдар. Багдар. Задача получить устойчивый треугольник здесь. В случае с положением, и тем более, выполнением маклона рель, то кулаки идут в вершины колен. То есть вы создаете визуально такой треугольник. Два кулака идут в основание, а он напротив колен. Голова стремится к вершину треугольника. Багдар. Багдар. По поводу поконов я еще скажу. Итак, как выходить в обратную сторону? В обратную сторону вы выходите в противоположном направлении. Отсюда сначала встаете и сразу принимаете позицию часов. Дальше правая нога, левая. Исчезаем так. Багдар. Багдар. Здесь, когда вы встаете, покон делать не нужно. Вы сохраняете преимущество. Багдар. Багдар. Еще раз. Вся традиция уходит корнями во времена самурайского, когда были мячи. Меч с левой стороны. Поэтому все начинается с левой, направую в рассаднике. Все начинается с правой, левая. Здесь, встать. Багдар. Багдар. Еще раз. Да, кажется, что это истинно. Но если вы будете, по крайней мере, внимательны не то, что к окружающим, а самому себе, вы увидите, что вы зачастую делаете по-разному. Багдар. 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 Я думаю, что относительно моей самой устойчивой части этой середины, поклон делается вперед. То есть я не вытаскиваю из-под себя опору. Я ее не теряю. Отсюда я делаю поклон вперед. Насколько глубоко. Если учитывать, что и поклон тоже уходит своими крыльями во времена, когда были сумраи, то противник мой, в настоящий момент, если бы у него был меч, выражает опасность для меня только в одной точке. Вот здесь. То есть мне важны его руки и его меч. Багдар? Багдар. Соответственно, как только он сделает движение сюда, для меня будет понятно, что это атака. Багдар? Поэтому в момент поклона, в момент поклона, когда я делаю рейвинг, я контролирую вот эту часть. Вот эту часть всю. Но мое периферическое зрение контролирует образ целиком. Багдар? Багдар. То есть еще раз, как это выглядит? Я не затираю голову сюда. То есть я сохраняю движение, голову опускаю. Мой взор направлен через его центр вот сюда, в линс. Багдар? Багдар. Понятно? Багдар. Еще раз. То есть отсюда я делаю поклон рейвинг. Багдар. Но при этом, при всем, в мой взгляд, вот эту плоскость, вот эту плоскость, оцениваю, он ее не выпускает из вида. Потому что здесь меч, по идее. Багдар? Багдар. Багдар. Это понятно? Багдар. Поэтому, пожалуйста, не делайте поклон рейвинг. Каким вот образом. Багдар. Багдар. И важный момент. Еще раз. Поклон делается вперед, ни в коем случае не назад. Это тоже, конечно, за это никто там замечаний не будет делать. Но, предположим, выйдете делать соревнования по ката, вот с такими отклячиваниями. Ну, 0,5 сразу же потеряете. Багдар? Багдар. На больших уровнях 0,5 это катастрофа. Багдар, Грюк. Багдар. Пожалуйста, не требуйте это с себя и со своих учеников. Это очень важно. Багдар. Багдар. Вообще, хорошо слышно? Хорошо. Отлично. Теперь получается из положения среда. То есть мы принимаем положение среда. На определенном парклоне. Стояние. Здесь. То же самое получается. Относительно мяча я делаю наклон. И получается, глубина парклона будет обеспечена тем, чем? Возможностью находиться в поле зрения точек, которые для меня гипотетически появляют опасности. Багдар. 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 Сейчас еще говорят, что примерно этот метр от себя взгляда туда направлен, но головой сменится в вершину. Багдар. Багдар. Поэтому вы для себя четко должны понимать, что здесь вот это будет глупо смотреться. Багдар. А вот это будет недостаточно. Багдар. Поэтому все должно быть оптимально. Но самое главное, что вы в этом носите не какой-то вот накидом и отстаньте. Вы для себя носите в этом смысл. Багдар. Еще раз. Это не просто какой-то ритуал в вашем случае, а это настоящая осмысленная процедура. Багдар. 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 Багдар.